С начала года в Подмосковье произошло более 3000 аварий, в которых погибли 16 детей и 325 получили серьезную травму. Перевозка детей без специальных кресел делала не только опасное для жизни, но и серьезное нарушение правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД в рамках планового рейда останавливают машины одну за другой и проверяют, соблюдены ли правила перевоза маленьких пассажиров. Данный рейд направлен на профилактику детского дорожного транспортного травматизма. Государственная инспекция безопасности дорожного движения напоминает всем участникам дорожного движения, в первую очередь, о запрете перевозки детей, не достигших 12-летнего возраста, без специального удерживающего устройства, либо ремня безопасности в случаях, предусмотренных настоящим законом. Как и следовало ожидать, большинство автолюбителей, которые перевозят детей, думают об их безопасности и понимают всю степень ответственности. Мы всегда перевозим ребенка в кресло, чтобы не переживать, чтобы не волноваться, потому что мы много видели ситуации, если случается авария, и страдает в первую очередь ребенок, так как самый маленький, в общем-то, что у нас самое ценное в жизни, это наши дети. Без кресла не пристегнут эту травму, получают дети. Вообще это очень опасно, опасно. Обязательно нужно кресло, обязательно нужно пристегнуться. Для тех, кто соблюдает все правила и нормы перевозки, сотрудники ГИБДД приготовили маленькие подарки. Сегодня в период проведения мероприятий, посвященных безопасности наших детишек, а тем более, когда у нас осталось практически две недельки, начинаются у нас учебы уже у ребят, мы еще раз напоминаем родителям о безопасности детишек-пешеходов и вручаем небольшие сегодня сувениры, световозвращающие элементы, вот такие смайлики. Они у нас светятся в темноте, и ребенок будет безопасен как пешеход, когда возвращается поздно вечером домой. Право нарушителей ждал сюрприз неприятный. Штраф 3000 рублей и административный протокол. На вопросы они отвечают неохотно и прячут лица от камер. Без кресла ездили? С креслом. С креслом? А за что вам штраф выписывают? За час работы инспекторы выявили трех нарушителей. По словам одного из сотрудников ГИБДД, это немного. Большинство детей сейчас отдыхают на дачах и в лагерях, а с началом учебного года ситуация ухудшится. Алексей Митронин, Владимир Андрианов, Ольга Садовская, Видное ТВ.